Смотрите, Матвея, 18 глава, 5 стих, 5-6. Там написано так, «И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». И дальше написано, «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жерн, жернов на шею и потопили его в глубине морской». Вот это вот место малых сих, о котором мы говорили, что это относится к детям до 9 лет. И Ишуа использовал эту возможность, чтобы сказать об обиде, которую можно нанести детям. И вообще есть несколько еще мест писаний, где Ишуа акцентирует внимание на то, чтобы не обижать детей. Потому что Ишуа знал, что естественный человек, он может обижать и принести насилие детям. И я не хочу ни на кого говорить плохо, но обращаю внимание на некоторые проблемы в обществе, которые относятся к детям. И это проблема номер один в обществе сейчас – это аборты. Вы знаете, что в Америке с 1972 года было убито 30 миллионов детей. – Это официально? – Да, это официально. – Неофициально, наверное, еще по-буду. – Неофициально, ну потому что до сегодняшнего дня там официальный есть, но уже есть штаты, которые неофициально уже закрыты, эти клиники, и ведется со стороны церквей и различных религиозных организаций. Идет идеологическая война, демонстрации, и ведется работа против того, но это к тому, что идет насилие против детей. Много насилия идет от родственников. Это насилие, которое происходит внутри семьи. Есть кровосмешание, есть инсет, есть сексуальное насилие, есть педофилия, есть наркотики, есть алкоголизм. Все это может передаваться от родителей. Та же самоубийство. И подростковое самоубийство – очень высокий рейтинг сейчас вообще по миру. И телевидение несет очень большую пустоту в этом плане. Несет насилие, несет жестокость, программы, всякие, даже мультики, если вы, я не знаю. Я бы сказала, что наша жизнь – это как кассета. И снимается фильм на наших глазах, наши уши слышат, и это все идет запись. И мы записываем ежедневно, что мы видим и что мы слышим. И то, что входит в наши глаза, в наше сердце, в то, что мы слышим, в наш разум, оно все записывается, оно ничего не стирается. И представьте себе, то, что ребенок видит, у него тоже записывается. И это входит в сердце ребенка. Все, что он слышит, тоже записывается в сердце ребенка. И мы, как взрослые верующие, и мы, как родители, и мы, как учителя, мы должны понимать важность влияния на детей. И поэтому нам необходимо помнить, что мы хотим защитить их. Мы хотим, чтобы они росли в здравом и сильном обществе. И чтобы быть внимательны, что записывается, какая кассета жизни у него записывается в сердце. Поэтому нам необходимо самим выбирать, какие телевизионные программы мы будем показывать детям, какие фильмы будем крутить детям. Какие мультфильмы или на какие фильмы будем водить наших детей, чтобы посмотрели. Или даже какую музыку они слушают. Нам нужно самим выбирать и учить их выбирать. Помните, мы, опять-таки, когда мы смотрели фильмы дома, и если там был фильм, где поцелуи были, мы заставляли всех детей закрывать глаза, и мы сами закрывали глаза. И все, так, глаза, и все закрывают. И потом только вот так уже все можно открывать. Они вот так не делали? Нет, не делали. Я не знаю, потом... И что интересно, ну, это было на автомате. И потом уже, когда они подрастали, и потом кто-то не закрывает глаза, там они друг на друга смотрят, но не на телевизор смотрят. И был такой пример у наших друзей. Девочка тоже, тоже ее так научили, чтобы она не смотрела. Или научили, допустим, определенные вещи, что-то плохо, что нужно выключать сразу телевизор, если какие-то там сигналы. И там была реклама, и мама пошла на кухню, а тут девочка, мама, надо выключить телевизор! И выбежала. Почему? Это тоже родители научили ребенка, как реагировать правильно. Самозащита. Я помню, однажды один из детей моих сказал, мама, мне снятся кошмары. И мы вообще так странно было, что почему кошмары? Это было 5-7-8 лет. Я думаю, слушай, а давно тебе снятся кошмары? Нет, вот две ночи. И мы думаем, слушай, что ж такое? А как там? А потом мы спрашиваем, скажи, пожалуйста, а ты смотрел фильм или мультик, который мы тебе запрещаем, который мы не разрешаем смотреть? Да, я смотрел, когда вас не было дома. Что ты смотрел? Сэмпсона смотрел. А Сэмпсона, я не знаю, опять-таки, мистер Сэмпсон смотрели, никто не знает. Семейка Сэмпсона. Я не знаю, я его не смотрела. Понятия не мил. Но я знаю, что мои друзья в Штатах, они сказали, что это очень плохой мультик, и поэтому, когда он появился здесь у нас, я даже вот проходила мимо, допустим, даже и не показывала, и им не разрешала. И он признался, что они посмотрели. Я говорю, давай кайся, потому что это не послушание. Покаялся, помолились, кошмаров не было после. И я поняла, что это духовные вещи, что важно оберегать детей, важно, чтобы не показывать. И опять-таки, инвестировать в детей, всё возможное, не жалеть, не экономить на различные книги, на различные, допустим, я знаю, что творчество и искусство в христианском мире тоже очень много на рынке. Послушайте, лучше поддерживать этот рынок, и питать, и учить детей библейскими историями, библейской тематикой. И это принесёт жизнь в своё время. Потому что греховная природа человека, она берёт своё. И хотим мы или не хотим, мы ходим в этом мире, дети ходят в этом мире. И как мы купаемся, почему мы купаемся? Потому что мы пылью ходим, и она просто прилепляется. Так же самое греховная природа, она прилепляется к детям нашим в подростковом возрасте. Они захотят что-то попробовать. И важно, чтобы они знали основу, куда можно вернуться, какая башня, где их защита. Что даже если будут какие-то стрелы лукавого, идти в их направлении, чтобы они могли сильны отражать эти стрелы лукавого и распознавать, что это плохо. Пример. Наши дети не ходили на дискотеку. И один раз наш средний сын решил пойти. Это тот сын, который по пятницам все время был в власти украинки, готовились к шабату. И вот подростковый период был. И он пришел, его побили. Один раз он пошел, скрыл от нас. И я не знаю, что там случилось, но кому-то он там не понравился. И его избили. Это был единственный раз, он нам так сказал. И все. Он понимал, что туда не надо ходить. И он понял, что это зло, и все, он перестал ходить. Ну, конечно, мы посочувствовали ему, что ему пришлось таким образом учиться. Ну, и теперь он и дневует, и ночует в церкви. И очень, очень много трудится для Господа. Слава Богу за это. Поэтому выбираем книги для детей. Мультфильмы. Сейчас очень много проповедуется, рекламируется гуманизм. И он преподается в школе. Вы знаете, что сейчас даже о сексе преподают в школе. Даже об однополых браках. Я не знаю, сейчас оно уже идет, оно грядет. Это то, что мы даже представления не имели, а оно приходит. И представляете, вот в какое время, как тяжело нашим детям сегодня предстоит. И я обращаюсь к родителям и к тем, у которых будут детей. Мы должны первое имя сказать детям. Допустим, если мы видим, что на рынке уже об этом говорят, мы должны уже детей подготовить. Что когда наши дети, они услышат об этом, они уже скажут, а я знаю, потому что родители мне сказали. Но мы подготавливаем, мы говорим, что если вас будут учить об этом, об этом, вот это, вот это, вот это будет. Знаете, что Библия говорит. Понимаете, чтобы наши дети были подготовлены, потому что я верю, что Бог дал нам Дух Святой, который будет направлять и наставлять нас на всякую истину. И мы не должны бояться, мы не должны стесняться того, тех мест Писания, то, что Библия говорит, и не стесняться о том, что да, будут приходить, и это, смотри, как штормы жизни. Они приходят, они хотят захлоснуть нас, но мы должны быть мудры и опережать эти события. Если мы позволим всему тому войти в нашу жизнь и в жизнь наших детей и позволить вот этому нехорошему гуманизму или позволить, допустим, из-за того, что друзья пришли и мы включаем лишь бы какой мультик и лишь бы какой фильм только потому, что мы хотим провести время. И вот об этом здесь написано, что горе тем, через которые приходят соблазны, потому что нужно оберегать, что даже если приходят родители и родственники или гости, что очень важно занять детей, чем они будут заниматься в это свободное время, потому что, опять-таки, ответственность на нас. Хотим мы это или не хотим, но Господь доверил. Матвея 18, 10. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, видите, шестой стих говорит, кто соблазнит из малых сил, а здесь говорит, не презирайте ни одного из малых сил, сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах видят лицо отца моего небесного. Не презирайте, подумайте, подумайте, участвовали ли вы участвовали ли вы в тех обидах, которые перечисляли здесь, презирали ли мы детей когда-нибудь, презирали ли мы в общине детей, а как мы можем презирать детей, презирать, это когда мы отдаем детям от остатки, когда мы берем самое лучшее, а им отдаем то, что осталось. как это выражается? Это когда мы даем последнее место важности, что-то важнее для нас, и потом, если останется время, я тебе уделю, ну ты пока иди, 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 а ты, для меня это важно, а потом, когда все уже разошлось, друзья ушли, или даже в общине мы можем, я здесь поклоняюсь, я кому-то может быть наступлю сейчас на мозоль, но я должна это сказать, потому что это относится к детям, я в общине об этом не говорю, когда родители и дети приходят в собрание святых поклоняться Господу, важно, чтобы родители научили поклоняться Господу, важно, не важно, что родители сидят сзади, поклоняются, а дети бегают и делают, что хотят, есть группа порядка и есть вот там есть другие люди, они посмотрят, поверьте, каждый человек, который приходит в общину, он хочет встретиться с Господом, даже тот человек в группе порядка, но у него есть задача, у него есть совершенно другая задача, лидеры порядка, они отвечают за определенный пример, подать там воду или там дверь открыть или еще что-то, но они такие же, как и все остальные, они пришли поклониться и время поклонения, многие не осознают, что это очень важный атрибут поклонения, это твой дух соединяется с Духом Божьим и когда есть маленькие дети, я ободряю всегда, у кого есть маленькие дети, идите на первые ряды, пусть ваши дети видят, что вы впереди и пусть они поклоняются, если даже они в переднем ряду, вы будете там, пусть они там поклоняются, но они должны быть рядом с вами, они должны знать, что родители рядом, почему, потому что мы являемся примером для того, как поклоняться, потому что если мама, папа поклоняются, дети бегают, они, родители, они не исполняют писание, они не делают от наказа, они не наставляют, они не учат, они не показывают, они оставляют на произвол судьбы, так же самое, как мы вчера говорили о том, что важно читать писание, важно молиться перед тем, как они ложатся спать, важно ложить спать вовремя, например, не полдвенадцатого, или а мои дети ложатся, когда они хотят, а мои дети, когда встают, не может быть такого, потому что Бог есть, Бог устройства и порядка, и везде, и дома порядок, и вообще непорядок, и везде порядок, и тогда дети будут сами поклонниками, родители будут поклонниками, дети будут поклонниками, поэтому ни на кого не наступило, нет, я никого не имею в виду, и здесь присутствующих, я в общем говорю, что хочется видеть, чтобы всеми были поклонниками, не просто родители, не просто дети, а чтобы было как семья, и поэтому, когда мы говорим, презирали мы детей, я поклоняюсь, а может быть, мой ребенок хочет в туалет, понимать, а ты иди сам в туалет, простите, поведи ребенка в туалет, вернись обратно, ничего страшного, нормально, или, например, в общении, или в церквях, вот если вы будущие пастыра, которые здесь сидят, можете сказать, будет церковь, где же будет детское служение, а зданий нет, ну вот там в коридоре, давайте, вот там будет детское служение, понимаете, дети личность, если мы взрослые, помните вот эту статистику, да, два с половиной человека, если мы половину человеку, да, я образно говорю, без, не имею в виду, в плохом смысле, мы устраиваем все нормально, то здесь, от которого зависит вся жизнь впереди, как он потом построит свою жизнь, маленький куточек в коридоре мы предоставим, и там мягкие стулья, там все красиво, а у детей ничего, нет устройства, вот об этом нужно, чтобы когда дети приходят, чтобы они знали, что это, они ждали встречи с Богом, потому что здесь есть устройство, здесь порядок, здесь красиво, здесь хорошо, и они бегут на эти собрания, и потому что они, Дух Святой будет касаться их на этих собраниях, и как я говорила, что я не знаю, чему учили учителя Рома, но когда в трехлетнем возрасте он начал цитировать Писание, что учителя плакали, ну это же Дух Святой делал, это же не люди делали, это же не мы делали, это Дух Святой, который делал работу в его жизни, поэтому это нужно помнить, что дети, они имеют важное значение в нашей жизни. и будущим пастырам, что нам необходимо выделять достаточно финансы на детское служение, на игрушки, на все необходимые вещи, которые нужно, и я понимаю, что есть большая нужда, когда община большая или маленькая, и есть разные нужды, что мы можем, например, есть бедные люди, или старики, или на лекарства, и мы выделяем, потому что это жизни и смерти, например, вот мы в больницу выделяем деньги, вот здесь для бедных, здесь была у нас кухня для бедных, тоже мы собирали деньги, это тоже важно, здесь был рип-центр, это тоже важно, а дети, а дети, у детей есть родители, как община, как общество, мы не должны так рассуждать, что на самом деле, если мы собираемся как общество, я призываю, чтобы все общество, и когда детский вопрос стоит, что нужно организация, какой-то вопрос, чтобы общество, оно осознавало важность инвестиций, которые мы делаем в будущее, потому что дети – это наше будущее, мы говорили, что дети – это будущее нации, общества, и чем здоровее будут наши дети, тем лучше будет, а представьте, они идут и богобоязнены, они знают Бога, они чтущие Бога, они исполнены Духа Божьего, они мудры, они целеустремлены в Боге, и они смогут очень много достичь Бога. Исполнять обещания. Если мы что-то обещали, для детей очень важно исполнять, потому что, если мы нарушаем и не выполняем, то это мы пренебрегаем детьми, и мы тоже, входит в эту категорию презирания, что мы ставим что-то выше, а это не важно, что если мы пообещали что-то ребенку, важно сделать. или если он сказал, что «А ты обещал мне, а ты сказал мне, извини, я забыл, но я обязательно исполню». даже если получается, что невозможно исполнить обещание, и прийти и сказать, «Слушай, мне нужно объясниться, я обязательно это сделаю, будет другая возможность, но ты прости меня, и подожди какое-то время». Но иметь этот контакт, и особенно с нашими детьми, это очень важно, потому что они все помнят. И помните, когда мы говорили, что у них стандарты, истина или не истина, верно, неверно, у них нет серой стороны, поэтому если мы обещаем, они все помнят. Иногда мы являемся плохим примером для детей. Слышали, когда взрослые говорят, «Ты делай, ты делай то, что я говорю, а ты не поступай, а не то, что я делаю». Слышали, да? «Папа, а ты что? А ты не то?» И вы знаете, у нас был когда-то откровенный разговор с нашими детьми, и мы им дали разрешение. Мы сказали, «Послушайте, мы вам даем разрешение. Если что-то мы делаем не так, как мы учим, как Писание говорит, вы имеете полное право нас обличить». Они так, «Вау!» Это уже был подростковый период, никогда маленький. И вы знаете, были времена, они нам говорили. «А помнишь? Можно я скажу тебе?» «А, но единственное, что у нас тоже опять договор, все на договоре». Они не могут претензии предъявлять нам, они могут спросить разрешение, могут ли они сказать. и так же самое мы учим, как иметь отношение с людьми. Ты не можешь претензий сказать, «Слушай, я имею, что тебе сказать». Нет, ты не можешь сказать. Если тебе человек не дал разрешение сказать, он тебя не будет слушать. Дверь закрыта, нужно открыть дверь. И в семье это нужно культивировать, учить друг друга, даже с мужем и женой. «Слушай, могу ли я тебе что-то сказать?» «Можешь только изменить тон?» «Хорошо». Вот это номер один среди наших детей было. И даже у нас. Если им не нравился тон, извини, извини, можно я перебью? Перебивай, что ты хочешь? А можно тон? Потому что мы договорились, мы говорим на одном тоне. Потому что приходилось время, знаете, как есть уроки русского языка. Вы помните, да? Повествовательные предложения, восклицательные, вопросительные, там и разные вот… И мы договаривались, что есть вот такие вот выражения, как мы разговариваем. Мы разговариваем только в повествовательной форме. Если мы выражаем восторг, значит, мы можем восторгаться. В претензиозной форме мы не говорим. Мы говорим, потому что опять претензиозная форма, она что-то подразумевает. И мы говорим ровно, не поднимаем голоса, вот как мы обычно говорим. И как только мы имеем, дали разрешение, мы имеем право перебить, сказать, можно перебить, измени тон, это не та форма. Хорошо, извини. И вот так, извини, хорошо, я тебя прощаю, пошли дальше. Выглядит, если бы так со стороны, выглядит не очень, как-то очень, думаю, неужели, ну почему так. Но это работает, вы знаете. И после, когда выясняется, молимся, просим прощения. И вот эти формальности, они настолько помогают скреплять семьи, это замечательно, это работает. И молитва, скрепляющая молитва, это великолепно. Потом мы молимся, и потом, ну все, расходимся, и новый лист бумаги начался. Поэтому, делайте то, что я делаю. Это самый лучший пример. Делайте. Вот учитесь, подражайте мне, как я Господу после того, сказал, замечательный стих. Иешуа хочет, чтобы мы были примером. И Господь хочет, чтобы мы действовали в интересах ребенка. Больше, чем в своих интересах. И если мы думаем, что мы никогда не презирали ребенка, мы ошибаемся. Потому что мы, как родители, виновны. У кого есть дети, мы виновны в этом. И иногда вопросы отношений, или когда есть конфликты с детками, это именно из-за вот этих вещей. Потому что дети чувствуют и имеют что-то против. Но из-за неоткрытых отношений они закрываются. Их сердца закрыты. И нету доступа. Поэтому нужно молиться о том, чтобы Господь дал мудрости, как открыть эту дверь. и я верю, что с Господом не все потеряно. Господь дает надежду, потому что у него есть надежда. И сколько мы живем, и сколько Господь делает работу в ребенке, и есть надежда, что Бог откроет эти двери и будет в завношении между родителями и детьми. И в 14 стих написано «Нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих». Это тоже говорится о детях. Нету воли. Божья воля совершенная, угодная, чтобы каждый ребенок он жил. Он хочет, чтобы каждый ребенок имел жизнь вечную. И помните, ребенок отдает всю свою жизнь, а взрослый только половина. И мы хотим, чтобы воспитать детей в путях Господа. И чтобы делали то, что Господь хочет. Если захотите, вы можете даже вот этот 18 стих или запомнить, или вызубрить. Ну, в общем, это на самом деле это глава отношение Ишуа к детям. Как Господь хочет, чтобы мы относились. И под вопросом, кто может учить детей? Мы можем учить детей. Мы знающие Господа. Мы последователи Ишуа мы можем учить детей. Потому что ребенок может познать, что он грешник и пригласить его сердце. И 2 Тимофея 3 глава 15 и 17 стих. Притом ты же из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Здесь опять говорится, что ты из детства знаешь Писание. Все Писание богодухновенно. Может быть использовано учить ребенка, можно исправлять, можно наставлять и все это делать в праведности Божьей. И слово для ребенка можно использовать то же самое слово, что и для взрослых. Конечно, мы знаем, что ребенок не будет слушать Слово Божье в течение часа, но если постоянно и понемногу оно принесет свои плоды. Потому что на самом деле, когда маленький ребенок, мы не даем большую тарелку и много пищи, правильно? Мы даем детскую порцию. Поэтому пусть Господь вас благословит и даст мудрости, какие порции давать деткам. И на сегодня мы закончим. Хорошо?